Пожар в этом кирпичном бараке на РТС произошел более двух месяцев назад, 14 мая. В один день семь семей оказались бездомными. При пожаре погиб один человек, пожилую женщину увезли тогда на скорой. Сгорел молодой человек, он курил, да? Ну, как пожарники, по справке, там они заключили. Тетя Валя его видела перед этим, он вроде не выпивший, нормальный был, трезвый. Я видел его, шел он вот с работы, идет спокойно, не то что шатается, спотыкается, идет. И вот это время было пол с коровой. И я ушла из дома, ушла. Он ничего не был, ни пожар, ничего не было, никакого крика. А потом уже я иду, дочка моя бежит, мам, барак, горит, мам, барак. Я прибежала, у него с окна огонь. Фух, опять нету, фух, опять нету, вот так вот. Люди уже более двух месяцев ждут, когда их судьбу решат в районной администрации. Кто-то живет сейчас у родственников, кто-то снимает квартиру. Часть жильцов ночует в сгоревшем доме, что небезопасно, так как в выбитые окна барака по ночам лезут местные бомжи и наркоманы. Я сейчас живу у дочери своей, в Балашихе, у старшей дочери. Там тоже однокомнатная квартира, их пять человек. И я вот с ней, сын. Сюда, у сестры, ну, чаще мы здесь ночуем, потому что негде находиться больше. То есть прямо в этих условиях? Да, в этих условиях. Пока негде, больше негде. Просто семейный бюджет пока вот не позволяет снять арендное жилье. Дмитровские власти по просьбе живущих на пепелищих горожан провели временную линию электроснабжения. Есть в доме холодная вода, общая на всех, в раковине, у входа в барак. Вот и все удобства. Пока лето, люди терпят. Но с наступлением первых заморозков их положение станет окончательно невыносимым. Вот Ахмерова Ольга входила, вот она пришла к Титову. Титов сказал, не по нашей части, идите к Поспеловой. Она ходила к Поспеловой. Ну, Поспелова взяла себе на карантаж, как бы вот должна 19-го числа ей сказать ответ. Июля. Июля. Что будет дальше? Ей, это владельцу квартиры, где был пожар? Да. Шестой квартир. Поскольку после пожара прошло уже два с лишним месяца, но никакого решения пособия погорельцев так и не было принято, люди запаниковали. Они обивают пороги районных кабинетов власти, думают уже обратиться в Красногорск к губернатору, чтобы ускорить процесс переселения их в нормальные человеческие условия. Страшно. Я боюсь. Все равно. Кто-то лазит ночью? Лазают, лазают и орут тут, бегают и пьют. По ночам? Да. И днем заходят. А сказать нельзя. А кто лазит? А я откуда знаю. Я их не знаю. Я старая. Я их не знаю.